Ну что, друзья мои, вы все видите, куда мы идем. Большие красные буквы. Заходим и смотрим, что есть нового в зимний колес. Что у нас на витрине? Полоски, 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 которые нам надоели. Я надеюсь, что я найду что-то другое. Полоски и леопард. Полоски, леопард и шанель. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Что вот этот вот за 60 долларов жакет, он выполнен в тысячу раз лучше, чем жакет, который я примеряла в манго, который стоил 160. Вот я вам клянусь. Вот этот маленький совсем. Маленький размер. Если я возьму и умею, это экстрасмол. Мне надо побольше. Ну вот посмотрите. В принципе, карманы пришиты. Вернее, здесь нет карманов, но вот эти лацканы пришиты нормально, ровно. Там были вообще карманы на разных уровнях. Все это кривилось, косилось. А здесь вот, причем он стоит на 100 долларов дешевле. Вы понимаете, да? Так, леопард, как я уже сказала. Разнообразный всяческий леопард. Вот он за нами бегает уже, который сезон. И вот уже плащи пошли за 75 долларов. Хороший плащик, черный, приятно. Джинсы много. Двубортный жакет вот такой. Вот этот, видите, клубный пиджак. Мы еще, как всегда, много распродаж, но мы туда не пойдем. Еще немножко Шанели. Так, мне не нравится этот угол. Я пойду поищу что-нибудь более интересное здесь. Но, честно говоря, обзирать, как сказать, особо нечем, потому что я вам уже показала. Полоски, полоски. Полоски Шанель и что еще было? И Леопард. Да, даже Леопарда не так много. Шанели больше. Вот прям везде, везде, везде. Сплошная Коко. Вот еще, посмотрите, какая. По-моему, мы что-то такое примеряли уже. И 45 долларов, опять же. По сравнению с Манго, он ничуть не хуже. В Манго такое стоило сотню, по-моему, или что-то такое. И вот такой вот есть. Вот такая кофта. Ну, вы понимаете, что все, что ли, примерки будут одинаковые, потому что везде вещи похожи друг на друга. Так, цепи. 75 долларов. Необработанный рукав. Здесь цепочки. Интересное, кстати, платье. Может быть, я его возьму, если ничего лучше не найду. Вот офисное платье на манекене, которое вообще уже могло 10 лет назад быть здесь висеть. И сейчас, и еще лет через 10 тоже будет висеть. А вот они, кстати. Они все время много сезонов. По-моему, даже перестали их выпускать. И сейчас снова начали выпускать. В общем, здесь какая-то такая скучная офисная быр-одежда. Девочки, я очень надеюсь, что я что-то найду. Что-то мне ничего не нравится. Не то сейчас такое межсезонное какое-то межсезонье. Не то... Боже мой, все такое черное. Короче, давайте я поищу что-нибудь интересное. Мы с вами пойдем попримеряем. Потому что я ехала специально в большой магазин. Стираю тут ноги, хожу подметки, шляпы. Ого, 41 доллар. Стираю, хожу подметки. Ничего не могу найти. Ну, давайте все-таки я постараюсь что-нибудь найти. Не может быть такого, чтобы я совсем ничего не нашла. Здесь вот обувочка. Ботинки уже. Туфли. Сумки. Палетки. Все еще по-прежнему. Почем они? По 30 долларов. Так, все, я пошла искать. Я не знаю, что снимать. В том смысле, что обзор у меня не получается. Потому что, может быть, что-то найду на распродаже. Колготки какие-то. Кстати, я слышала, что это какая-то колготка. Какая-то новая технология. Что-то очень, очень такое, не такое, как бы, качественное, хорошее. Стоят они 15 долларов. Ничего себе. Так, пойду искать, что примерять. Так, девочки, мы в примерочной. Музыка гремит, что я сейчас оглохну. Я надеюсь, что вы меня слышите. Кстати, у меня сегодня опять такое все какое-то черно-белое. Я не знаю, что со мной в последнее время происходит. Хотя, вот видите, я сегодня цветная совсем не черно-белая. Хотя я тоже не сильно цветная. Мне очень повезло. На ресепшн там, в реподе, в примерочной, не было никого. Никто меня не спросил, сколько у меня одежды. Не отобрал у меня. Они больше семи вещей, по-моему, не дают проносить. У меня очень много. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня попримеряем. У нас много, большая примерка. И, в общем-то говоря, давайте будем примерять. Быстро покажу, что на мне. Вот эти вот босоножки, вы их знаете. Юбка тоже из тех, которые я, значит, вытащила из дальнего угла. И теперь я ношу пиджачок такой зимний. И вот это вот у меня украшение. Кстати, это винтаж. Винтажное большое украшение. С Mother of Pearl. По-моему, забыла как-то сказать. Очень красиво на дереве прилеплены вот эти пластины. Большое красивое украшение. Нашу его редко, но вот тут как раз оно метко попадает в этот, по-моему, аутфит мой. Все, давайте будем примерять. А, у меня еще кольцо есть в дом. Видите? Mother of Pearl до перламутра. Вспомнила название. Так, смотрите, первый костюм. Такой слегка пижамный. Но не совсем. Я бы не назвала, что он прям пижамный-пижамный. Я бы сказала... Давайте еще одну немножечку стемнем, чтобы это выглядело так более, скажем, женственно. Не под горло. Вы знаете, мне он очень нравится. Брюки мне чуть-чуть маловато. Я что-то переоценила в себя и взяла маленький размер. Сейчас посмотрю, какой. Вот. Вот такая вот рубашка. И брюки. Значит, вроде бы и пижама, и вроде бы нет. То есть, с одной стороны расцветка не пижамная, а фасон вот такой вот пижамный. Большая рубаха и вот такие вот брюки. Они сидят красиво. Выглядит очень неплохо, по-моему. Вот эта вот вся комбинация. Интересная расцветка. Такая, правда. Реально, мне очень нравится. И длина брюк нормальная. Я сейчас с ней вещи померяю. У меня есть футболка. В общем, еще какие-то вещи. И будем делать разные комбинации. И потом я вам скажу цену, состав. В общем, все. Рукав длинноват немножко. Но здесь широкий такой манжет. Мне, в принципе, нормально. Совсем и неплохо. Так, смотрите. Сверху надела. Сверху вот такой белый жилет вязанный. Что сейчас за пуговицы везде? Манго такие пуговицы. Здесь такие пуговицы. И получилось уже меньше пижамы. И просто остался рукав, воротник и брюки. Уже такая совсем... Здесь, кстати, карманов нет. В этих штанах. Практически уже не пижама. А практически уже, можно сказать, и вполне такой даже на работу. Можно так выглядеть. Намного меньше пижамы. Вот мне тоже очень нравится это сочетание. Но у меня сегодня что-то, и как в последние несколько дней, у меня все такое черно-белое. Я не знаю, что со мной. Я вроде одеваюсь ярко сама. А примеряю, у меня все какая-то рука тянется. Ну, видимо, потому что вот сейчас осень, зима. Осень в магазинах вот такие вот расцветки. Это не моя вина, девчонки, честное слово. Это просто вот такие вот расцветки сейчас в магазинах. Черно-белое, все такое темное, серое. Из всех представленных черно-белый самый яркий, можно сказать, цвет. Потому что он, ну, как сказать, хотя бы какой-то контраст. А то все какое-то серо-бурмалиновое, коричневое, бежевое. В общем, цвета какие-то совсем неинтересные. Так, смотрите, какая интересная, прикольная футболка. Она из какой-то премиум коллекции. Она висела здесь одна, я не помню, какой-то размер. У нее такие красивые, красивая такая отделка косы. Я потом вам навесники покажу. Она очень интересного фасона. Вот какая-то такая расклешенная книзу. Странная, правда? Но интересная. У нее такие вот, смотрите, большая корка. Ну, как-то интересно она сделана. Я не могу объяснить толком, что мне в ней так понравилось. Но мне понравилось в ней вот какое-то, вот эти необычные, вот эти сплетения из этих косичек. Очень симпатичные. Я думаю, что это хлопок. Сейчас я ее может заправлю, чтобы показать вам, как эти брюки сидят. Вот такие вот брюки. Вот так вот они выглядят. Здесь у них пояс, здесь у них замок. Карманов у них нет. И вот если мачку туда заправить внутрь, то вот так вот они выглядят вполне, вполне интересно. Вот эти вот в боках, вот эта вот расцветка, она такая очень даже прикольная. Кстати, эту рубашку можно надеть какой-нибудь такой, допустим, топ майкового поколичка или топ на бретельках, сверху надеть. У меня просто нету. Я могу надеть с моим вот этим вот. Ну, в принципе, вы понимаете, что эту рубашку можно расстегнуть, и она будет как верхняя рубашка. Так, смотрите, юбка Вабы Начальника. Она из премиум коллекции. Она была в магазине одна. Она мне чуть-чуть маловато. Мне захотелось ее примерить. Мне просто стало интересно, как она выглядит. Ну, честно говоря, в ней очень-очень много ткани. Очень пышная подкладка. Причем подкладка, видите, сделана тоже из, так сказать, ну вот, не просто, а она действительно очень пышная. В общем, две юбки классные, но с ней что-то надо такое носить, я даже не знаю. Если в нее заправить эту майку, то тоже как-то не очень, мне кажется. Ну, лучше, чем, конечно, на выпуск. Я еще хочу померить ее с жилетом с этим белым. Знаете, что я сейчас так завяжу здесь на узел и посмотрю, как это выглядит. Так, смотрите, я ее не завязала, а просто таким заправила сзади. Ну, конечно, мне кажется, что она красивая, но в ней слишком много материала. Не знаю, как-то мне кажется, что я в ней какая-то очень большая, огромная женщина. Не знаю, может, это с этой майкой, может, это с чем-то другим. Я вот хочу с этим жилетом померить, с толстым, посмотреть, как это будет выглядеть. Не знаю, может, тоже не будет хорошо. Потому что слишком много ткани, слишком много сборки вот здесь вот на поясе. И выглядит это как будто юбка для беременных. Ну, в общем, короче, мне кажется, что они немножко переборщили. Слишком много ткани. Хотя, конечно, она такая длинная, красивая. Мышка прям такая вечерняя. По-моему, я белую, похоже, мерила. Но не совсем такая. Не совсем похожая была здесь летом. А сейчас вот эти черные. Самые хорошие вещи в H&M, это которые кто-то купил на сайте и потом сдал в магазин. И они вот висят в магазине. Потому что вся премиум линейка у них в магазине никогда не бывает. И бывает только на онлайн. Поэтому, если кто-то сдает, вот тогда можно найти хорошую вещь. А вот смотрите, с этим жилетом выглядит совсем неплохо. То есть вот он достаточно длинный. И он как-то вот убирает вот это вот количество ткани, ширину. И вот юбка, получается, что из-под жилета очень широкая. А вот здесь вот как бы узкий такой верх. Ну, я не знаю, мне нравится это. Мне кажется, очень красиво. Сейчас мне кажется, что классно. Правда? Смотрите. Вот такие широченные юбки большие. Вот если носить вот с каким-то таким линейным свитером узким. Или вот с жилетом, то это прям очень классно. Вообще жилет неплохой. Вязанный. И вот с какой-то такой широкой юбкой. Или, например, юбкой такой, знаете, бельевой типа. Юбкой тоже очень будет красиво. Мне нравится этот жилет. Он так симпатично как-то так сидит. Так, смотрите. Юбка второй размер. Она мне маловато была. Европейская тип четвертый. Она совсем нам не застегнулась. Но она была одна в магазине. Стоит она 104 доллара. Верх юбки рами, а подкладка сделана из хлопка. Ну и вот это чувствуется хорошая ткань. Хорошая, вот такая вот, знаете, большая. Много-много. Второй размер. На мне вот здесь замок не совсем застегнулся. Вот здесь вот сверху пояс. Видите, вот эти вот у них коричневые. Коричневые, такие бежевые, вернее. Видите, написано прямо линейкой H&M рами. Я даже не знала, что есть такая. 104 доллара. Не дешево, конечно. Кто-то сдал. Юбка дорогая. За 104 доллара я бы стала ее покупать без ухода. Жилет. 60 хлопок, 40 акрил. 35 долларов она стоит. Размер был small. Вот так вот она хорошо сделана, обработана. Мне не очень нравятся эти пуговицы огромные. Я почему показывал, у меня там еще остались платья, леопард. И в общем, поэтому я решила сейчас прерваться на показ этикеток. Симпатичная хорошая такая вязочка. И половина хлопок. 60% даже хлопок. И цена такая, не смертельная. 35 долларов. Эта футболка тоже из вот этой вот коллекции. Такой премиальной. Видите, этикетка такого цвета. Значит, 100% хлопок стоит на 70 долларов. Размер medium. Ну, вот так вот она сделана. Видите, как интересные вот эти косы. Здесь как-то наплетены. В общем, прикольная вещь. Но она medium. Она маленькая для medium. Посмотрите, как здесь какие-то выточки в ней сделаны. С такой большой широкий рукав. И воскрешенный мис. Так, костюм. Плиэстер 100%. Значит, стоит он 45 наших канадских. 35 американских. Это был размер смол. Рубашка. А брюки стоят 45. То же самое, да? 45 и 35. Значит, шестой размер. Чуть-чуть маловато они мне. Ну, у них есть вот здесь резинка сзади. То есть, в принципе, нормально. И вот такие вот выточки. Чуть-чуть-чуть малый. Вот так, в принципе, костюмчик симпатичный. Так, смотрите, какое классное платье под леопарда. Короткое, широкое, просторное. Вот так вот с плечей спускается. Здесь резинка. Рукав тоже на резинке. Мне очень оно нравится. И хорошая длина. Не очень короткая. Единственное, что мне кажется, немножко много, немножко оно беременное. Было бы меньше ткани, было бы лучше. Но это, в принципе, вот такой фасон. Это такое платье. Оно должно быть такое широкое. Вот так вот на плечках. В общем, красивое платье. Очень мне нравится оно. Очень стильное. Очень классное. Вот здесь вот эта резинка. В общем, все очень-очень классное. И оно, по-моему, не очень дорого. И леопард, девочки. У меня есть еще один леопард. Но там, я не знаю, там такой странный фасон. Это тоже странно. Я тоже не знала, обрезали. Так, платье 67 вискоза. Остальное полиэстер. Цены нет на нем. Видите, оторванная этикетка, к сожалению. Это был размер смол. И, видите, сверху сделана резинка. Довольно аккуратно, хорошо пришита. Платье прикольное. Ну, может быть, мне даже надо было экстра смол. Потому что... Ну, оно должно быть такое широкое. Но мне как-то кажется, оно очень прям такое... Ну, зато все скрывает. Зато в него можно кушать. Оно действительно такое просторное. Вот специально так сделано. Очень стильное. Мне нравится. Цены нету. Надо узнать. Еще одно леопардовое платье. Действительно очень красивое. Очень нарядное. Ну, как сказать. Леопарда много не бывает. Вы понимаете, да? Интересный фасон. Прямое узкое платье. Длинное. С такой вот сверху накидушкой. Которую можно носить. Видите, вот она так сверху накинута. То есть вот платье. И вот такой вот как пелерина. Можно носить его в двух вариантах. Можно натянуть на плечи. Вот сейчас плохо видно. Вот сейчас я покажу. Вот чтобы это было вот таким вот образом. А можно с плечей спустить. И будет такой более нарядный, более вечерний вариант. Я бы сказала. Сейчас постараюсь вам показать его в полный рост. Потому что плохо видно. В общем, короче, у него сзади вот эта вот пелерина. Она такая немножко длиннее спереди. Короче, очень элегантное платье. Красивое. Хорошо сидит. Мне очень оно понравилось. Но как бы, в общем, для особых случаев. Скорее на выход, чем на каждый день. Ну, совсем. Вернее, на выход. Платье нарядное. Но очень-очень красивое. Очень хорошо сидит. Так, платье стоит 75 долларов. Размер был medium. И это... Она вообще синтетическая. Значит, у него здесь сбоку где-то вот тут замок. Может, с другой стороны. Я не знаю. В общем, где-то здесь замок. И сюда вот нужно... Вот здесь вот как будто бы рукава. Замок сбоку есть. То есть, у него влезать очень удобно. Ну, вот. Сделана вот эта вот оборка довольно хорошо. Посмотрите, как она хорошо отделана. Вот. Тут тоже вот резинка сверху пришита. Ну, в общем, интересное платье. Такое яркое, нарядное. Вот. У меня черно-белый леопард его. Так. Смотрите, платье совсем другого плана. Не леопард. Такое под горло. Летнее. Это тоже из премиум коллекции. Оно очень интересно сделано. Тоже кто-то сдал. Посмотрите, какая интересная ткань. Я вам потом на вешке покажу. Здесь вот это вот все. Зажимы-зажимы. Оборочки. Рука. В общем, короткая. Валан. Платье очень интересное. Я люблю вот эти вот эти чинемерские платья из премиальной линейки. Они необычные. Они очень такие непривычные. Вот так вот у нас смотрится в профиль. Стоит оно дорого. Немножко светит прозрачно. Вот такое платье. Немножко детское из этой оборочки. Ну, в принципе, в определенном случае. Но у него рукав и у него вот эта вот здесь вот горловина, которая, в общем, делает его практически, не делает его летнему. Но при этом оно очень-очень тонкое. Прям совсем такое прозрачное. В принципе, в принципе, для него бы нужна была бы подкладка. Но интересное платье. 79 хлопок. 19 вискоза. И там чуть-чуть какой-то синтетики. Значит, 109 долларов. Она стоит размер small. Вот смотрите, какое оно интересное. Все это, конечно, очень необычно. Очень нестандартно. Вот такая интересная ткань. Оборочки, оборочки, баланчики. Я бы не стала его покупать, даже если бы оно стоило дешевле. Не знаю. Мне оно нравится, но для моего нынешнего периода в жизни, во-первых, оно мне совсем никуда. Потому что мне кажется, что оно очень легкое, летнее. При этом вот воротник, манжет. Не знаю. Ну, как-то не мое. Хотя оно мне нравится чисто вот как вещь. Но не совсем мне это. Ну, как бы мне уже, по-моему, не подходит оно. Оно более такое молодежное, для девочки. В общем, такое девочка. Оборочка внизу. Так, девочки, я была бы не я, если бы я не померила это платье. Ну, вы сами понимаете. Перья, пайетки. Это я похожа на птицу, на курицу. Курица в блестках. Курица, которую посыпали блестками. Ну, в принципе, оно прикольное. У него очень большой вырез. Сзади вырез еще больше. Сзади вырез год до сих пор. Вы видите? То есть, почти до талии практически. Но, знаете что? На Новый год, там, на какое-то торжество. Причем такое, знаете, поприкалываться. Мне кажется, что это очень хорошо. Единственное, что, конечно, вырез на пол спины. И поэтому спина вся открыта. Лифчик весь наружу. Вырез огромный здесь. В принципе, у него нужно надеть какой-то футбол. Но это не то платье, под которым нужно надевать футболку. Это платье, которое вот должно быть вот таким вот. Вот. Но я, конечно, птица. Птица, говорю. Отличается умом и сообразительностью. Ну, птицы. Хотя это не настоящие перья, я думаю. А может и настоящие. По цене, судя, нет. Стоит 60 долларов. Это не так много. А перья настоящие стоят довольно дорого. Ну, прикольно. Вы знаете, что я люблю такие дурные, какие-то странные вещи. Просто примерить, конечно, покупать я не буду. Вот, хотела вам просто показать. Увидела в магазине. Думаю, надо взять в померчину. Так. Платье, курочки. Конечно, все полиэстер. Это был размер смол. Значит, стоит оно 60 долларов. Ну, вот перья, я так и не знаю, честно говоря. Я очень не люблю птиц. Я все-таки думаю, что это не настоящие. Хотя. Не, наверное, это искусственные перушки. Нет, конечно, синтетические. Ладно. Потому что, честно говоря, я птичьи. Птиц не очень люблю. Поэтому все, что... Если бы это были настоящие перья, я бы даже как-то неприятно сам чувствовала. Смотрите, вот это вырез спереди, вот это вырез сзади. То есть он реально до талии. Вот такое вот прикольное, смешное платье. Если вам куда-то надо, на какое-то такое смешное мероприятие, скоро Хэллоуин, вот, ну, короче, на какой-то карнавал, то очень даже вполне. Ну, 60 долларов, жалко, конечно, для Хэллоуина. Так, девочки, ну вот, такие у нас были сегодня примерки. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Было и много интересных, необычных вещей. Леопарты шикарные. Курица тоже такая прикольная. Ну, и вот такой строгий костюм, футболка, в общем, платье интересное. Ну, было кое-что интересное. И, в принципе, как бы, ну, бывает, бывает интересные достойные вещи. Мне очень понравилось вот это платье под леопарда. Единственное, что я не очень знаю, куда в нем, куда его носить. У меня есть что-то похожее еще с тех времен, когда леопард был в моде. Опять же, года три назад. Вот, поэтому сейчас, как бы, я даже не думаю, что я буду покупать леопарда. Потому что у меня еще с тех пор леопард не сношен. Со времен, когда он был в моде, перед нынешним. В предыдущий раз, когда он был в тренде. Поэтому вот, так что, леопард, я пропускаю в этот раз. Все, всех люблю, целую, всем привет из Канады. С вами была Дита, пока, бай-бай.